Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Бытие. Первая книга Торы Моисеева. 19 глава, 16 стих. И как он медлил, то мужи и те ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Вы знаете, о ком речь идёт. Сегодня я хочу поговорить на тему «медлить и поспешать». Это два диаметрально противоположных слова. В жизни мы видим многое. Изобретения все делаются для того, чтобы быстро. И человек сотворён для того, чтобы делать быстро, размышлять быстро, мгновенно схватывать ситуацию. Размышлениям иногда не отдаётся время. А иногда необходимо замедлить. Я раньше говорил неоднократно. Везде нужно спешить. Но по двум моментам спешить никак нельзя. Это чтение Библии. То есть, когда нам Бог говорит, внимательно слушать. И когда мы молимся. Когда мы Богу говорим. А мы можем Богу говорить иногда и о чём бы не надо говорить. Язычники многое говорят, думая, что будут услышаны. А Бог прежде нашего прошения знает, в чём мы имеем нужду. И вот мы сейчас из Святой Библии послушаем мужей веры. Где надо спешить. И это называется экстраполяция, перенос событий с одной временной формы в другую. По временам, по событиям. И мы увидим, как это легко переходит в наше время. Если там говорится, что немедленно взяли за руку, скорее вывели из этого Содома. Сегодня-то мы попадаем туда же, в Содом, та же самая рулетка в интернете. В школе. Многие сегодня в школу детей не отдают. А зачем отдавать в Содом и Гоморру разврат? Учат дома, экзамены сдают потом. С чему они там научаются? Бьются, ломают руки, ноги. Потому что люди, в большинстве своем неверующих, такие же воспитали детей. 45.9. Бытие. Идите скорее к отцу моему и скажите ему. Так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедлень. То есть в это входит все. Отец старый. Я так беспокоился нынче. Потому что где-то сгорело, делали завещание, ничего нету. Ну и тем более предупредили, что завещание делать так это не просто сегодня. Требуется то и другое. Я убедился. На нас не работает это. 20 минут даже не прошло. Мы уже завещание полное. Как нужно. Я уже раздал куда надо и на кого все переписано. То есть мы должны размышлять. Мы поехали. Дальняя поездка в другие страны. Завещание я делаю о своем теле. Ничего от него не брать. Кровь не переливать. И все это, вы знаете, брат наш Владимир Виктор Андреевич, там отдал, перевод на английский, немецкий, французский сделали. Куда мне привезти, как, где хоронить. То есть мы должны подготовиться. К чему-то можем не готовиться. Кто его знает. Выйдешь замуж или нет. Женишься или нет. Кончишь университет или нет. Это надо. Не знаешь ты. Откуда ты знаешь муж, не обратишь ли жену. Даже это не поставлено в уверенное действие. Здесь, что ты умрешь, я умру. Это на сто процентов. Думать, что Иисус придет сегодня-завтра, у меня оснований нету. Хотя все это может быть. Но однако надо подготовиться. Подготовьтесь. Я себе заказал гроб, заплатил его. Сейчас, наверное, уже должны были привезти. Пошел, лег на землю, отметил флажками, где моя могила будет. Красные флажки поставил рядом с мамой. Но тут у меня не совсем получилось. Ладно, батюшка стал претендовать на это место. Ну и решили так, мировая. Кто раньше умрет, тот и рядом ляжет. А другой через одного уже от матери. Это действительно нужно. Это сильно тронуло людей, которые знают нас и смотрят. Итак, нужно встретиться с отцом Иаковым. И пусть поспешают братья. Скорее привезите, чтобы я встретился. Насладились этим общением. Он всю жизнь думал, где этот сын любимый от любимой жены. И вдруг он оказывается премьер-министром в самой крупной державе того времени в Игипте. Как он был потрясен. Да не может быть. Мы сами разговаривали с ним. И как он сделал? Как будто не понимает через переводчика. Люди-то изменяются очень сильно со временем. Я гляжу, как дети растут. Несколько лет только вас не было. И гляжу, какие дети. На улице бы, естественно, никогда не догадался, что это те ребятишки, которых недавно крестили. А другие на нас смотрят. А ты? Еще ты так рано состарился. Вот все. То есть нас со всех сторон побуждает ускорять жизнь. Если ты думаешь чего-то застичь, нужно быстро делать. И оказалось, надо медленно делать. Дальше. Еще раз начал все места в Библии проверять. Слово «не спеши», «не спеши». 17 раз встречается. Я вчера еще последний раз решил проверить. И предыдущее, что к этому слову относится. И нашел еще одно. Не только на молитве. Но и когда нам что-то не нравится. Сделали замечание. Или на работе там прижали где-то. И скорее я уйду, другое место пойду. Или в общине что-то не так. Ну, небольшое замечание где-то. А бывает, да ничего нет. И человек уходит. Не спеши. Все наши слова, хорошие или плохие, являются семенем. И вот разговариваешь, особенно это, хочу сказать, ну, женщин касается. И мужчины с женским характером. Что говоришь, он даже минуты не дает этим словам не то, чтобы прорасти, а даже опуститься на дно его сосуды головы. И уже в ответ надо что-то говорить. Надо что-то опровергать. Этого не надо делать. Не спеши уходить, написано. Потому что во власти его все. И христианство-то знало. А у нас как это было? Вот не так в стране делается. Раз за границу с семьей. А теперь пишут, как обратно попасть. Перекрыли все дороги. Ничего нету. И не знают. Хорошие люди. Которые приезжали у нас креститься. Там с Италии, Германии, из Ливана. И никак. Все уже все сделали, кажется. Получили. Тормоз опять. Родственники заболели в этой стране. К ним заезжать нельзя. А больше тут никого и нету. А там, там пусть пока революция началась. А когда поехали, там такая свобода. Никуда не ходите. Исайя 13-14 говорит. И все побегут к народу своему. А нам бежать не надо. Мы дома. Сегодня много говорят. И в интернете везде. Что надо уходить из городов. Земли пустующие у нас. Заглонись ее, говорит. Сколько хочешь. И не идут. Ну как, в городе-то и туалет теплый. Вот и все. Больше ничего и нету. Остальное-то ты берешь. Ядовитая пища, ядовитое питье, ядовитый воздух. Ну, были в деревне-то. Почему дачи-то люди покупают? Хоть маленько я для этого отдохну. А там ты не живешь. Там разграбили, раздобили. Итак. Прочитаем второзаконие 23-21. Пятая книга Моисеева. В его Торе. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его. Ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Зачем тебе было давать? Бог говорит, на небе, а ты на земле. Мне столько писем пишут. Я не знала это, болела. Я сказала, вот так я до свадьбы, там будут девственницы, а то другое. За день, за один день до свадьбы, и уже потеряла все. А что я теперь делаю? Что ты делать будешь? С 25 этажа выпало, один этаж до земли лететь. Глотай то, что есть. Я никаких советов давать не могу. Вот написано. Дал обед. Его не надо было давать. А сын был в Агванистане. Было трудно. В горах почти попал в плен. Дал обещание. Не женюсь и мясо не ем. Без мяса жить не могу. А жениться такая встретилась. Вот и все. Тебе бы не надо об этом говорить, если обеда-то не было. Зачем ты его дал-то? А если дал? Дал монашество. Ко мне прям на дом приходит такой голос у него. Ну, диакон. И там я посмотрел, и девушка-то так, как будто бы ничем не отличается от других. Полюбил. А он такой красавец, муж. И она ему отказала. Даже не верится. Самсон настоящий. Отказал. Он еще не придумал еще, как пошел к епископу и принял монашество. Прошло немного совсем времени. Он мне и говорит. Пришел на дом. Вы против же монашества? Это я против. Я двумя руками за монашество. Но только не за стенами, а которые идут по миру и проповедуют. Мона это один. Монолит. Монашество. Когда ты не женатый, заботиться о божественном. Не замужнен заботиться о Господнем. Как угодить Господу? Ну, вышел ты зам. Там еще от того осталось ничего. Дети непослушные. Растут неверующие. Я уж не говорю у наших, кто верующий. Слава Богу, хоть приходят. Не торопись никогда. На скорую руку. Женился. На скорую руку. На долгую муку. Подсловицы эти не случайные. Не спеши. Языком. Чтоб потом не пожалеть. Не скажешь один раз пожалеешь. Скажешь сто раз пожалеешь. Речь идет об языке. Любое естество зверей и птиц. Человек укращает. А язык укротить никто не может. Он исполнил смертоносного яда. Не спеши давать ответ. Сказали не так. Ты виду не кажешь. Покажи благоразумие. Подумал. Принято к сведению. Как Сидот говорит. Принято к сведению. Как Павла. Сказали. На занятиях ходи к нам. А что проходите? Удержи язык своя зла и устасывай от лукавых речей. И будешь загалеть. Повторю еще раз. Все. И вот три месяца не было на занятиях. Встретились. А почему не приходишь? Я все еще тень усвоил. Еще где-то. Монах несет нож. Другого видел. Видно, что ручкой красиво подошел. А где ты покупал? За сколько? А в адресе сразу узнал. Скажи. Тебе нож этот нужен? Зачем ты спрашиваешь? Голову пустым забиваешь. В интернете тебя первый раз видят. Я сказал. Да как дела? Как зовут? Откуда? То есть. Таракани вопросы. Ты кусать хочешь? Меня голову врезать? Мы один вопрос можем при встрече первым. Чем мы можем быть полезны друг для друга и поскорее обменяться этими талантами, которыми Бог наградил? Так трудно мы их добывали. Ну не трудно это усвоить-то. Слово говоришь, оно еще в черепушке до нашей языка не прошло и уже в отрез, что так говорит, особенно жена. Учьи, жени, не позволяю. Не властвовать над мужем. Но! Быть безмолвий. Какая жена выполнила это? Ну скажи. Вот у нас тут были сестры, я говорю, одна за другую походатайствовала. С мужем никакой его слады нет. И с таким прикинулся, такой он прям ангел. И моя мама сказала, выходи за меня замуж. А он сейчас пьет и бьет. Что мне делать? Ну помолитесь. Ну о чем молиться? Я помолюсь только об одном, чтобы обратился к Богу. Три дня прошло, приходит, он умер. Не болел, ничего. Другая тоже, я еще киллер какой духовный, убивать должен. Я помолился-то о другом. Но Господь видит, уже невыносимо тебе. Он ее сразу убрал и все. Наши, члены нашей общины. И так, не торопись. Ну если уже это принято, ты там вышла замуж. Золотовец говорит, превратись в камень. Камень не разговаривает. И даже отголоска никакого не дает. Быть безмолвие. Проверь себя, сколько было где. Вот мы остановились. Знаете, к нам Бог обратился словом своим распространить то, что сокровища на стареле же с книгами. И мы в Германии. Сестра одна хорошая, искренняя. Я говорю, а муж где? Ушел. А почему? Я все время считала, что я умнее его. Я все время подравнилась. Подравнялась, одна сидит, равняется, теперь с батареей кухонной. Вот и все. Ну ладно, она это говорит открыто, я записал, показать можно. Итак, хоть тебе имя дана Валентина, что означает в латинское, сильное. Но ты покажи, что ты слабое создание. Написано, как с немощным сосудом. А ты как железный какой-то, железобетонный котел бьешь его. Он разбивается со всеми талантами об тебя. Знает, три слова услышал. Ну, не надо это делать. Сколько семей разрушено из-за языка. Только одно, осуждать. Неуверенный, я слышал. Ну, слышал, ну и пусть он услышал. Да это бы не слушал бы лучше. И вот мы считаем об этом. Ездра, 7.26. То есть, услышал, дай прорасти. И дальше глаголы, которые жгут сердца людей. 7.26. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, на кем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Я думаю, адвокатам и юристам это понятно. Наказание такое вести. Слово Божие было. Вот у мусульман, так, кто-то шел, ну, завернуто что-то в газете было. Ну, он поел там колбаса, бросил в бурну. Следующий идет, подобрал. Газета, там написано слово Бога. Аллах. Сразу же, а ты где брал это? В таком-то ресторане. Весь ресторан уничтожат. Имя Божие бросил сюда. Вот как относится. Это сходится с Библией. А у нас хоть что. Любые фильмы ставят искушение Христа. Такое безумие, что Христос там с женщинами не делал. То есть безумие. Что делают мусульмане? Они всю студию расстреляли в одном месте, в другом все кончилось. Нигде нету. Как писали. Сатанинские стихи. Редакция, которая была. Напечатали. Сожгли дотла. То есть они такие и есть. Они не знают, что в Новом Завете мы не имеем права этого делать. Но ты поспеши принять и дать прорасти этому. Тут написано, какие меры на тех, которые хулят в дело Божие. А наище что? Златоусту-то в Новом Завете. Ты слышишь имя Божие хулист? А в Бога Мать. Подойди, освети свой кулак. Об этом может бы говориться. Освети. Прямо златоусту-то так все это сохраняется. Мы не можем этого делать. Но, однако, такое говорили уже святители с мировым именем. Что не будь безразличен, когда имя Господне хуриста. Пламенную молитву вознеси к Богу. Скажи человеку. Я атеист. Атеисты только до гроба. Там атеиста ни одного нет. Он сразу видит ад. Видит огонь. Видит демонов. Видит, которые сгорели. Там уже все пьяницы, все руководители государств. Запомните. Атеистов в аду нет. Это им говорите. Другие начинают что-то говорить. Ничего, кроме священного писания. Не старайтесь не говорить. Не тратьте время. Так говорит Господь Бог. И сразу у тебя должно быть заранее. Как разговаривать с неверующими. Не знаешь? Обратись к нам. Мне, по милости Божией, Господь позволил заниматься этой темой. Она сейчас в интернете гуляет. 24 категории людей. Первое. Бога нет. Что с ним уговорить? Другой. Да Бог есть. А кто его знает? Что эту Библию верит? Люди писали. Что с этими говорить? И все только из священного писания. Ни слова откуда. А теперь это расширять. На 24 категории. Другой. Да я такие грехи сделал. Бог не примет. Что с ним говорить? Другой. Да я верил и сам не знаю, как отпал. Бог не простит. Как с ними разговаривать? Ну, за Богом эти нищетой теперь опять быть. А у меня все уже налажено. Отдай. Все. Да Богу. И притом это делать нужно быстро. Псалом 118. 60 стих. Я вот посчитал 176 стихов. В 118-м псалме. Запомните. 176. А слово Библия, оно не говорится. Но там закон Божий, устав Божий. 185 раз. Больше, чем стихов. И Давид, ну, как он писал это? С перерывами. Ну, где он писал? Ничего нельзя узнать. Но главное, самый длинный псалма. А есть два стиха всего. А тут 176. И заканчивают. Все. Бога прославил. И в конце, последний стих. Я заблудился, как овса потерянная. И с чем все кончилось? Если мы в конце жизни будем говорить так, горе нам. Нужно сказать, Господи, и овца Твоя эта была найдена Тобою. И она прильнула кровавым ранам Твоим. Ты спас меня. Ты дал мне масть духовной. Духа Святого просветил меня. Этот свет я подел в другие места. В другие ресурсы. В интернете, в личных беседах и на работе. Где бы ты ни был. Этого благоприятного времени, я называю его благоприятным еще пока. Пока нас еще Бог терпит. Может никогда не быть. Умейте почаще прощаться правильно. И смотрите, что у вас дома есть. Один режиссер снял о нас два фильма. И вот последний раз он уезжает. А внизу был второй этаж, и лампочка перегорела там. А только верхняя светит. И он помахал вот так рукой. Женой неладно было. Наша одна членовщина поехала туда, с ним разговаривала, с женой познакомилась. Она не слушалась мужа. Но он уехал там последний раз. Мы не знаем, что. Но есть подозрения, что он из-за нас погиб. Он ездил с патриархом Алексеем Вторым. Он был здесь единственным из всех, какие были допущены впрямую к телу патриарха. А фильм поставил, показал, что патриархия все исказила. Я обратил внимание на нас, и мы с ним ездили, везде снимки эти делали, где это монументы разные стоят. Я там молился и говорил. То есть он сделал так, что я говорю, патриарх говорит. И они этого простить не могли. У него дача была со всеми, его называли мозг, новосибирской студии, сожженная была. И там нашли мертвого. Последний фильм снимала Шушенская ГЭС. Мы ничего не знаем, мы должны молиться. Он спешил, так спешил. Обратился к Господу, готовился к окрещению. Я уезжаю. Надо было отложить все. Принять крещение. О крещении, говорится, немедленно найдем. Немедленно. Встань, крестись, а мой грехи твои. 22.16. Деяния апостола. Ты готовый, ты все знаешь, ты принял Христа. Три дня. Ты мог умереть. Пришел епископ Анания и говорит Савлу, что ты медлишь. Медлишь. Встань, крестись, а мой грехи твои. И получишь дар Святого Духа. 118.60. Спешил и немедленно соблюдать заповеди твои. Просто как? Ты посчитал заповеди. Немедленно. Ну вот подожди. Не надо ждать. Вначале думаешь, человек вот закончил университет, а потом закончил. И что? Времени все еще нет. Ладно. Женился. А теперь дети. А теперь надо вырастить. Еще ты одни гнилушки принесешь Богу. В день, в который ты услышал, написано немедленно. Медли. В день, когда Господь коснулся твоего сердца. Вы помните, Феликс запрашивал. И сердце расположено уже было. Другой раз послушаем. Но уже и другого не было. Павла перевели в другую тюрьму. Отвезли. А того сменили. И он никогда не услышит. Нам сколько раз Господь показывал вот этот момент сейчас. Я однажды простыл. Брат один забежал. Я никогда не прошу. Но тут сказал. Хорошее слово скатывается. А чем помочь? Я говорю, вот два ведра. Неплохо тут. Я скажу, сколько шагов. 40 шагов. Да, колонки. Принес. Он говорит, а можно я в другой раз? Я говорю, что чуть-чуть не перевернулся. Да какой другой-то раз-то? Мне сегодня нужна вода. Поэтому у нас есть много людей, которые делают все тот час сразу. Только позвонил или сказал. Машина уже под окном стоит. Я себе прошу. Что бы ни сказал. Вот смотрите, какие у нас надписи. Вы знаете эту сестру, которая делает. Скажешь, будь уверен. В следующий раз придешь, все везде будет сделано. И это надо делать, научиться сегодня. Не проходи мимо. Потому что мы находимся на рейс-сталище, на стадионе. Выстрел и побежали. И кто прибежит первый, получит награду. Многие бегут, но один получает награду. И так бегите, не расхлябанно. Бегите как следует, чтобы получить награду. Мы на поприще Христовом. Ты должен услышать. Вот нам Бог удивительно помог совершить миссионерское путешествие. Мы его растянули там на 4 года. Мы медленно шли, как будто бы. Но были очень внимательны. Вы знаете, когда бензозаправка где-то дает денег больше. А потом, как нужно, она отчисляет. И все. И вот, когда отчисляет, один уже подходит. И мы видим, как машина заведенная трогается. Садятся на ходу. На ходу второй человек садится. Мы берегли не минуту, а секунды. Отбой ровно в 10. Подъем ровно в 2 ночи. И дальше вперед. 120 тысяч километров. Это Бог сделал так. Притом полное единодушие было. Не против скорости, какая была. Мы не можем гонять. Но 80 километров было. И прошли мы все государства Европы. И дальше в Скандинавию захватили Прибалтику. 650 остановок. Это Бог сделал. И притом есть люди, которые нас не знают, только слышали. И Бог положил на сердце. В день отъезжать завтра, а денег нет. И сразу же начали звонки. Люди из далеких городов, как Калининград. И нас не видели. И сразу высылают деньги. Они нас совсем были мы просто удивлены. Когда сломались в Швеции. И поступил сигнал. А что вы стоите? Немедленно бросайте машину. Сейчас мы высылаем деньги на Марку. Попокупайте и идите дальше. Вот как. Это сразу, когда делаешь. И люди понимали, медлить нельзя. Был один такой правитель, но не кем был. И он понимал. Промедление смерти подобно. Прежний депутатский корпус уходит. Выборов еще нет. Три дня в промежутке. В этот момент делать революцию. И дальше бы уходил разум у него. И через 72 года этот колос на глиняных ногах рухнул. И проклято его имя вовеки. Это обошлось экспериментом 100 миллионов голов. Я не хочу называть, а сквердять храм его именем. Вы знаете, о ком речь идет. Не в чужом государстве нашем. А почему он сказал? Немедленно делать. Он знал, а что делать не знал. Революцию делать. И царя расстреляли. И все думали завтра, послезавтра нет. И девицы его погибли девственницами. Они все на небе. И палачи. А эти палачи внизу теперь. Все равно бы умерли. Их бы не было. И мы скажем. Гневаться нам не на кого. А благодарить Бога есть за что. Бог взял их. И мы молимся. Святое царское семейство. И царь Николай. Молите Бога о нас. Притча Соломона 19.11. Говорим о промедлении и о поспешении. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть наисходительным проступком. Медленный на гнев. Бывает так. Человек привык себя, распускает. Полслова не скажешь, уже закипел. И не остановить его нельзя ничего. Я говорю, ты не был там, где мне пришлось быть. Тебя научат в один день. Язык на стол. Шилом приколол. Вот так и стоять будешь здесь. Сегодня все это показывают. Все. Одно лишнее слово. Одно. И к утру тебя жуй нету. Мне многое Бог открыл. Как писал Соженицын. Я благословляю тебя, тюрьма. Ты многому меня научила. И даже охранник. Я в прошлый раз тебе говорил. Это семинария твоя. Второй раз арестовали. Он говорит. Батя, это тебе академия. Вот. Я все это принял, как если благодарю Бога. Бог все знает. Я там нужен был и поспешал. Поскорее. Какой язык изучить. Люди незнакомые, не знают по-русски ничего. Чтобы поговорить хоть как-то на картавом, на ломаном. Мне Бог позволил жизни узнать, что такое делать сразу и быстро. И мне Бог дал таких же друзей. Вот дал задание. Утром в 4.40 мне звонит, сестра одной. Иначе я могу проспать. За все лето один раз проспал. Слишком поздно лег. И она ни разу не пропустила, где можно позвонить. Сразу, минута в минуту идет. Я просто делюсь опытом. Имейте таких друзей. И сами переделывайтесь. Это не откладывайте на завтра. Написано, завтрашний день не знает, что родить тебе. Сегодня время благоприятное. Ныне день спасения. Когда услышите, не разнощите сердце ваше. Нас Бог призвал сегодня. Кто-то не пришел. Мы не знаем, какая причина. Кто-то болеет. Мы их помним. Он с нами, этот человек, находится. Но если он по небрежности. У нас были такие воскресный день. Нету их. Я послал людей, пришли, они в шахматы играют, сидят. А другой милиционер был у нас. Как будто покаялся. Но крещение еще не принял. И на дом к нему. А он лежит. Он еще не вставал. И мы расстались. Их нет здесь. Если просто ты не пришел к нам, а в этот день сходил к бомбтистам, мы, раз он не крещеный еще был, это можно. Но просто лежать, быть на даче, мы заранее предупредили. К нам приходили люди из разных районов городской администрации. Хорошие, с бородами. Все. Один раз пропустили, другой. И мы с ними расстались. Так это жестко. Нет, это люди здоровые, они понимали. И как-то найдете там место другое. Это наш устав такой. Мы должны быть обязаны Богу и весьма поспешать. Евангелие от Лукини, 18-7. Медленно гнев, медленно слова и скорно слышание. Видите, слушать два уха, а язык один. Даже это говорит о том, что поменьше ему давать воли. Бог не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Медлит Господь. Медлит Господь. Хотя и медлит. Это не про медление, а желание, чтобы мы успели это усвоить. Это Бог так делает. Мы молимся, а ответа нет. А сколько молишься? Ну вспомните, сколько Исаак молился. Хорошая жена, красивая, добрая, детей нет. А в еврейском народе это считалось отвержением даже от Бога. Почему они считали себя изгоями? И вдруг, двойняшки, 20-й год. И он 20 лет за того, говорит, не умолкал, а в одном и том же взывал. Итак, ты немедленно. Ты услышал, ты молись. Получил или не получил, на вторую ступеньку поднимайся. Благодарю тебя, Господи, что не получил. Благодарю тебя, что карман прохудился и свадьбы не было. Благодарю тебя. А теперь я смотрю, что с ним было. За кого хотела выйти. Это первый раз замуж-то. Он все подделал только. Ко мне приехали. Я не решился дать ответ. Вижу разное. Была у меня сестра Антонина, которой все отняли. Она из подпольных Тихоновцев православных. Я к ней послал. Она чуть ли через 5 минут выходит и говорит, что ты посылаешь мне их сюда. Они совершенно разные. И все. И она ему тут же отказала. А теперь матушка вышла за сына священника. И очень хороший муж оказался. И она к месту. Не спешите. А не так. Я без нее не могу. Дальше ты не могу. Не могу потом перенесешь. На другие годы. А сейчас ты можешь еще. Ты еще ничем не обязан. Лишнего не делай. Ничем не должен. Лука 24-25. Тогда он сказал им о несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Это Господь говорит. Когда я прочитал вам, как это может быть. Я не знаю как. Он сказал, дерево засохло. Они удивились. Как это сразу? В одну ночь. Здоровое дерево. Это скажет вам любой лесник. Этого не может быть. Там через неделю. Там бывает. Подрубят корни, керосину наливают. Ничего не было. Слово Господне спалило. А зачем? Чтобы нам показать. Когда Господь отвергнет, хоть что делай, не вернуйся. Есть некое страшное ожидание огня. Готового пожать противника. Когда он знал, отошел и ругается. Это мы считаем послание к евреям апостола Павла. Это ужасные слова. Но можно как-то обратиться. Нельзя. Ему положено в мыслях. Бог меня не примет. Ну ты покайся. Я не могу покаяться. Я Духа Святого похулил. Если ты каешься, не похулил. Вот доказательство того. Я не могу покаяться. Что ты сделал за это время? Он ничего не может сказать. Это отвержение. Это на долгие годы злопомнение. Где-то что-то сказал. Я запомнил. И ходит и причащается, что уподобление дьяволу. Злопомнение уподобляет дьяволу. Ну мало ли как говорили. Вот встретились с Лыковыми. Живут они в тайге отдельно. Он начал песком с ними говорить только. И говорит, разговаривают о Петре. А Никоне как будто они за стенкой живут. Как их священник один дурацов. А тесть Сергий говорит. Вот начнешь говорить о православных. Никоньяне. Никоньяне. Как будто бы нас только с коста сняли сегодня. Вот это 350 лет. И никакого прощения нет. И новое поколение растет как в Новосибирске. Меня там нет. Уже третье поколение. При моем имени бледнеют и краснеют. И в гримасцы выходят. Я там был, да. Ничего не было. Кроме того, что нас отучали. А потом привлечили. По клевете священника. И новое поколение возрастает на этом. Что-то где-то, кто-то как-то. Не видел, ни разу не был с ними. Не встречался. Так, будьте осторожны злопомнением. Это сегодня еще время можно простить. Я это испытал, поэтому говорю. Сохрани Бог это. Ну, а если ложно обвиняют. Ну, покаяния нет. Ну, ты ничего не имеешь. Прости и молись. Это не... Но если препятствует делу Божью. Распространяет молвы, чтобы не слушали. Вот меч мой изнужен. Как Иисус на виду. Увидел, кто-то подошел. Он сразу замеч. А ты наш или супостат. То есть, одно мгновение я тебя поражу. Я, ангел Господень, пришел сказать тебе сразу в ноги. Снимем его в твою. Не только Моисею было сказано, а Иисусу на виду. Ибо место сие свято. Мы должны научиться просить у Бога таланты. Какой талант тебе надо? Какой? Ну, каждый просит. Ну, ты, говорит, нашел. Раньше говорили. Мешок золота нашел бы. И мешок ума. Какое бы взял? Золото. Ну, каждый... Или ума. Чего не хватает, то и берет. Человек думает, я умно отвечу, что ум не нужен. Значит, ты его не набрал, и ничего нет. Даже из мирской литературы мы многое можем узнать. Ты всегда спеши делать добро. Спешите делать добро. Эпигра всей жизни. Завтра может быть поздно. Или заболею. Или там не будет. И вот мы как спешили на миссионерском путешествии. Еще раз поделиться хочу. Мы приезжаем на Дальний Восток. Полная тишина. Везде приняли. Уезжаем на следующий год. Там будет полный потоп. Туда вылетит президент. Будет смотреть, что... На юг поехали. Они говорят, у нас в прошлом году было наводнение. Мы могли туда поехать. Там было наводнение. И говорят, три человека погибло. Мы разузнали, больше трех тысяч погибло. Ночью прорвало. Затопило. Люди не могли выйти из дома даже. Вот как Бог провел я. Между двух жерновов мы прошли. Там хорошо, что пораньше. А тут хорошо, что попозже пришли. Итак. Евангелие от Луки мы просчитали. 24-25. Прочитали? Да. Деяние. 16-33. И взяв их, в тот же час ночи он омыл раны их, и немедленно крестился сам, и все домашние его. Учить не надо долго, если такая опасная обстановка. Да? От трех до пяти лет время оглашения. Но тут была обстановка никак нельзя. В эту же ночь он крестил их. Как его звать? Может быть, Стефаном, на что ссылается апостол Павел. 17-10. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу Берию. Куда они прибыв, прошли к синагогу иудейскому. Угроза. Они так, я верующий, мне ничего не будет. Нет. Ты должен быть очень внимательным. Если есть возможность бежать, гонят в одном городе, бегите в другой. А не так, что я верующий, я неприкасаемый. Нет. Вот мне Бог в жизни позволил не думать об этом. Вот в лагерь привезли, я не знаю, какая у них там закулисная борьба идет-то. Предупредили лагерь весь, ко мне, чтобы никто не подходил. А мне это не сказали. А почему? Я им не отношусь. Меня по санкции Московского КГБ арестовали, МГБ. Я мог разговаривать с ними. А у него право было, они разговаривают, отойти. Их били, не как-то черенками лопаты. Я к вам первый подошел, а кто-то пересвистнул. Вот как Бог делает. Когда ты Ему жизнь отдаешь, у Бога все впереди поставлено так, как тебе никогда не... Свою жизнь нельзя обдумать. Я не знаю, что будет завтра. Я вчера вечером еще не знал, что буду говорить на эту тему. Я молился, и Бог мне открыл это, и сказать надо, потому что некоторые очень медлительные. Иаков 1.19 Итак, братья мои возлюбленные, Всякий человек, да будет скоро на слышание, Медленно слова, медленно гнев. Запомни, медленно слова, в ответ не старается, скорее сказать, медленно гнев. Благоразумие включает в себя задуматься. Повторяю, это никому никогда не повреждало. Вот у меня ссылок много делают, разные хулы. Ни на одну хулу не ответил, а 18 человек занес черный список. Ни одному не ответил. А что говорить, я вижу, он враг, там все замкнуто. Ему надо, он зайдет на наши ресурсы, все посмотрит. Ни одному за 9 лет. А не хулу такое говорят, а нет ничего. Ох, статуя императора Феодосия Северии, когда, ну и послы когда прибежали, чтобы показать, статуя смерть, это смерть. Ваше императорское величество. А не по грязи, у вас все лицо в грязи. Он почти думал, нет, не в грязи. То есть подбивали на это. А когда посыль на Златоуста пришли, все рассказали, царь простил, никого не послал. А ведь царями не просто так. Когда подняли какой-то там пуч, а где люди собираются? На стадионы, скачки конские. И сразу воины туда всех окружили. Каждого второго зарезать. Это ужас один был, что. Отец один раз пришел с сыновьями. Один вопрос, какого из сыновей? Это мы нигде-то узнаем у Яна Златоуста. Зачем я туда пришел? Один вопрос. А теперь уже выбирать не приходится. Не ходите, где не надо. Ни на какие-то зрелища. Не ходите в театры. Смотрите, что дети смотрят по интернету. Поставьте преграду. Заходите на наши ресурсы. Там божественно. Сегодня с детьми было. Все это выставлено. Сколько добрых слов воспитатель говорит. Как это? Это школа на весь интернет. Это на все государства может быть. Распространяйте благую весть. И вы молились в это время. И там уже шла другая работа. С детьми. А когда учить? А сколько ребенку? Архимандритов тут знакомого спрашивает. Да маленький совсем. Две недели. Говорит, на две недели опоздала уже. На две недели. Тебе надо было петь божественные песни, когда он в очереди был. Ребенку это передается. Каждую минуту, наполняя этот сосуд, еще не заполненный, только божественным миром любви. К Богу. Ко Христу. И никогда не позволяя об отце, святой мать, хотя бы слово сказать. Если он выйдет, еще не договорили вы, ты одна еще продолжаешь разговаривать с тенью его. А потом в дурдоме остается одна из-за двух, отвечает за себя и за него. Бог благословит тебя за это. Промолчи. Детям не позволяй говорить. Отец, кормились наш. Чти отца им от меня. Да он, слова никогда не говори. Запомните это. У кого есть дети? Экклесиаста. Пятая глава. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что где? Потому что он, что захочет, все может сделать. Слова никогда не скажу. А почему я? У соседа он еще нет. У меня есть церковь, тут и молюсь. Богу вопросы не задавай. Если нужно, он тебе сам ответит. Ну почему он не болеет, а я болею? А я могу наоборот сказать, почему он болеет, а я не болею. Еще получится. Не обращай внимания на малое. То, что у тебя есть, это еще не болезнь. Вот сейчас показывает один. Играли ребятишки, и рядом незакрытая будка с высоким напряжением. Ребенок забежал, на 10 тысяч вольт схватился. И пока скорая пришла, все у него сгорело. Сгорели просто ноги, рука, лицо, все. И сегодня показывает, как он живет. Рука одна кость. Мало того, женился. И он не течет, одной рукой подтягивается. Он показывает, как смотреть жутко даже. Будто бы труп восстал. И думаешь, а мои-то болячки разве сравнились с болячками нашего дорогого брата Сергея Козлова, парализованного. 17 лет, и только плечевой сустав один шевелился. И сколько он добра сделал, сколько икон нарисовал по всему миру. Ценили его, считали, что от них исцеление исходит. Деяние 22.18. Не посчитайте, что мы затягиваем. Это сгодится. Но не каждый день в эти места считаете. 22.18. И увидел его, и он сказал мне, поспеши, и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства, а мне. Даже уйти, где тебе угроза какая. Мы уезжали, нас просто гнали за нами машину, и мы выскочили на трассу. Иначе могут что угодно сделать, пристрелить. Мы испытали в дороге это все. Везде надо спешить. Спешить, где есть эта возможность. Быстро вставать. На подъем требуется самое большее 3 секунды. А не так, да, открыл, покрутил, да ладно, выходной день, да я маленько расслаблюсь. Что это означает расслабиться? Мы ни разу, нигде не пропустили 4.40. Ну, мне пораньше приходится в 3 часа вставать, иногда в 2, огромная почта. Всегда поспешай с постели встать. Если можно, поспеши с завтрашнего дня. Евреям 6.1 Павел не подписал послание, что он писал. Везде пишет, раб Божий, а тут не написал, потому что иначе со всеми и примут. Мне говорят, выставляй свои ролики, только не говори, что это ты. Люди будут брать. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вери в Бога. У нас многие здесь есть, которые никогда не были на этих занятиях, которые здесь. И не знают, что в интернете у нас идут молитвы каждые 2 часа. Звонок раздается с разных государств, люди поценяются. Мы знаем нужны друг друга. Огромная переписка идет. Люди у нас особые знают Писание, Святых Отцов, ссылаются на каноны Церкви, на жития святых. Это удивительно даже. Многое берут из тех книг, которые лежат на столе. Временно стало такое, поспешите. Я прошу, сегодня оставайтесь на занятиях, которые здесь идут. Вот 2-3 раза не побыл здесь, и тебя уже выметает какая-то сила. Ты не знаешь, какая? Ну, с чем ты пришел? Ну, пришел ты на 2 часа раньше дома. Еще ты это время делал. Выходной. Братья собрались. Библии на столе. Вопросы, ответы. Тебя нет. И ничего нельзя сделать. Если это люди, которые в Ветхом забьете, они тебя заставят. Но мы этого не можем делать. Хотя потом будут люди каяться, почему нас за волосы не тащили. Где мы оказались теперь? Просто так, что я пришел, отстоял и ушел, это не вера. Это обыкновенное православие, которое ничего не значит. Ревность о Боге. Это пламя Духа Святого, которое пронизает кости. Я усилился молчать, но не мог. Внутри меня, как огонь разлитый, пишет Иеремия. А тут не раскачаешь. Тебе силы нужны, чтобы удержаться. В советское время за этим очень смотрели. Приехали у нас на стройку, какая-то комиссия. Ну, о чем говорить с ними? Я подошел. Я говорю, а почему женщины носилки носят на второй, третий этаж бетон? А почему? Господь говорит так. У вас евангельский язык. И дальше начали говорить уже, что эти слова запомнил. Мы должны воспользоваться той должностью, которая у нас есть. На стройке там немного. Ты один работаешь. Но и один, если ты работаешь и переделывать не будут, они заметят. Непременно. И комиссия. И заставили полы все снимать. Я, наверное, работал. Пятиэтажное здание там. Да. Надо антисептиком все, чтобы не гнили полы. И никто этого не делает. И один. Никого с тобой не брал. У меня особая выработка была. Триста процентов. Он руку сунул. Промазано. Ах, кто тут работает? Да баптист тут у нас. Вот и все. Спешите. О чем я говорю? Усвоите это. Мы где прошли, христиане, чтобы остался след. Мы издаем запах особый, смертоносный на смерть и живительный на жизнь. Мы многое познаем глазами, многое слухом. Все это надо освещать. Постоянно. Считаем. Бытие 18,6. Еще раз опустимся в этот небо. И поспешил Авраам в шатер ксааре из Карзаогии. Поскорее замеси тресатый лучше муки и сделай пресные хлебы. У нас готовят иногда так, но не дождешься. Рад сухарю каждому. Ну ты по-быстрому, ты можешь маленько-то. Ну что ты как черепаха на одном месте стоишь-то? Быстро. Ему уже понятно. Люди пришли не могут все время здесь. А запасов нету. И Сара, ведь ей было не два года, не три. Она даже не верила, что будут дети. И когда сказали дети, вот она рассмеялась, сразу знала, обыкновенная женская прекратилась, а без этого не защищается. Зато, говорит, ров высох. И откуда же возьмется роза? Роза любви. И так и получилось. И она назвала его как? Смех. Это по-нашему. А она Исаак назвала. Это означает смех, переводит с еврейского. А вот другая просила у Бога, детей не было, Анна. И Бог дал дитя. И она назвала выпрошенный у Бога. И как это? Выпрошенный у Бога? Самуил. Самуил. И вот наши имена, как многое они знасят. Тебе дано имя Галина. Тишина. Поменьше говори. Оправдай свое имя. Знаешь, и к каждому. Тебе дано, какой Елена. Это факел. Гори для всех, чтобы далеко было за границей везде видно. Здесь вера святая Христова православная. 45-9. Питер. Пока, брат, не прочитал, я скажу, я сейчас выставил материал. Он называется так. Десять человек с именем Владимир, Владимир, которые встретились мне и которые очень близки стали. И по порядку перечисляю их все. Один за двумя заканчивается. Первый Владимир, с которым я живу. И последний президент страны, у которого библиотеки, видели мои книги и моим голосом насчитанная Библия. И который был здесь, мэр один, другой, Владимир помогали, все это дело оформили. Тут вы никогда не поправились. Это Бог делает. Первый, в тюрьме у меня покаялся Владимир. Под меня подыскивался Владимир. Еще не все в десять вместились. И меня поручили одного проводить до дома после освобождения. Тоже Владимир. И один меня спасал там. Библию все прятал в сейф, когда область был. Тоже Владимир. Вот это что? Или случайность все такая? Не знаю. Итак, 45-9. Идите скорее к отцу, скажите ему. Так говорит сын Твой Иосиф. Бог поставил мне господина над всем Египтом. Приди ко мне, не медли. Ну, это опять о том же говорит. Числа 16. Попрошу посмотреть. Не видно, какая тут карандашом буква цифра-то. Если не понятно, то пройдет, да. По-моему, 20. 20 там, по-моему. 6 и 7. 16, 6 и 7. Это страшная глава. Когда люди живьем преисподними сошли. Я ее называю прообраз будущего сектанства. За отделение от церкви, от сообщества Христова. 6 и 7. И сказал Господь Моисею Арону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю его во мгновение. Вот так. Правильно. Могновение. Господь поспешает. Отойдите. Да, а сегодня они делают тут разные секты. В одной Америке 21 тысяча сект разных. Баптисты, другие говорят, вот у вас иконы, поэтому мы, поэтому они православные, там, мощи. А у тех ни у кого нету. И все дороблятся, ни икон, ни мощей, ни у кого нету. Не в этом дело. Дело в гордости, которое перерастает в сатанинскую гордыню. А Господь церковь организовал в сиомской гордости не через 1700 лет. Как у них, откуда начало идет. Тут доказывать не надо. А этих живьем один раз только было. В преисподне, с женами, здесь лишь от рамки провалились. Итак, Иисус Новин 10.6. Я специально беру из разных книг, чтобы знали, хотя слышали, Иисус Новин, такая книга есть. 10.6. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский и в Галгал сказать, не отними руки твои от рабов, то и приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах. Опасность, когда грозит где-то, верить никак нельзя. Скорая там помощь, понимаете, вот говорят, пожарные прибыли туда через 2 минуты, радостно считать. Но если что-то там у них было не подготовлено, машина не на ходу, все до тла сгорит. Есть такие должности, о которых мы молимся вечером, Господи, благослови пожарных, полицию, врачей, чтобы не было на них нападения. Врачи вызывают, а на них нападают ночью. Благослови их, Господи, мы так нуждаемся в них, мы каждый день их помним. Расширьте свои молитвы. И при том сделать это сегодня надо, напиши, если не знаешь. Мы так словами и говорим, слово пожарные, полиция, врачи. Второзаконие 9.12. И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, которые я заповедовал им. Они сделали себе литый стукан. Ну, кому надо, тот услышит. Кому надо, тому скажет. Нет. Если не я, то кто есть такой мир. Если не я, то кто. Поставь себя таким перед Богом, Господи, избери меня на это дело, которое никто не может сделать. А может и получится. Я обычно людям задаю один вопрос. Необычное дело. Ну, кто-то делал это дело. Делали, ну, в прошлом веке было. Ну, делали, все, я за него сразу приняться должен. Ну, если никто не делал, я долго топчусь на одном месте, не знаю, начинать или не начинать. Почему они это дело не сделали? Наша поездка неповторимая и никогда ее никому не сделайте. Не с чем ехать. А ведь мы проехали, это по нормам на наше издание, обошлось нам в 35 миллионов рублей. Не имея рубля мы это сделали. Вот как Бог. Только за одну поездку на горючье ушло 440 тысяч. И где мы ночевали, какие встречались люди, это все Бог заранее приготовил. И вот в Швеции были, и нам сказали, там ролик про вас есть, мы зашли в Великобританию, баптисты молятся, и рядом дети стоят, благословим миссию Игнатия и крестятся рукой. Я вообще такого больше никогда не видел. У них этого крестного знания нет. Прямо стоят и искренне крестятся. И просят, чтобы Бог благословил и вернул нас. Что это означает? Сопустие благодати Божией. Судьи 9.48. Я беру моменты, показать, где мы должны спешить, а где нельзя этого делать. Судьи 9.48. И пошел Алимилех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Алимилех топору с собою, и нарубил сучек древесных, и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним, вы видели, что я делал, скорее делайте, и вы тоже, что я. то есть, когда касается борьбы со злом, мерить никак нельзя. немедленно сообщи всем, я выхожу. Иногда спрашивают, а выходить нет в ветку? Я не советую женщинам одним выходить. Потому что много сквернапсов, безобразие какое, с кем-то из братьев можно. К сектантам можно ходить? Можно, одному никогда нельзя уходить. обязательно возьмите знающего брата. Ну, в крайнем случае, когда никого нет, тогда и Девора на первое место выходит, может быть, и с сестрой, чтобы вы могли беседовать. А не так, что они баптисты, нам нечего их слушать, это не пойдет, такой разговор. Благодать, где дышит, ты сам не знаешь. Доброе мы берем везде. Меня упрекают, что я хвалю мусульман, как одежда, одежда вот как наша. Вас все признают за мусульманами. Почему? Прикрыто, благоговейно, ну, прилично, русские люди. Они пришли поезд за нас на шесть столетий. У нас уже это все было. Посмотрите на Божью Матерь, Богородицу. Как она одета? Самый настоящий хиджак у нее. Посмотрите внимательно. Дальше, первое царство, 17-17. И сказал Есей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих Ев усушеных зерен и десять этих хлебов отнеси поскорее встан к твоим братьям. Потому что назревает что-то. Раньше было, жертвовали на военное время, собирали деньги, ну, отдельно богатый человек там на самолет, на танк где-то. А как? А ты можешь сказать на что? И сказать на сибирское теплое одежда, чтобы была у них там не мерзли. Я не могу на фронте быть, но он там попал. спешить и всегда узнавать, а где ты нуждаешься? Просто Богу задавайте вопрос, Господи, я живой, да еще если машина есть, тут разговаривать уже не надо, ты нужен. Ну, почему мы не можем это понять? Где-то в какой-то местности ты оказался, машина пустая, отсюда уезжайте, сколько человек ходит в машину? Не уезжай, пока все не сядут, хотя бы до проспекта довези. Ну, я говорю к тому, что наши и так всегда так делают. Ну, бывает где-то, может, и не так, просто для себя это возьмите. Бог спросит за каждое место пустое, а там Господу место было. А он является в таком лице, Господь, когда мы его узнать не можем. Знаете, этот рассказ, как сказал, что я приду к тебе, описывает Лев Толстой, зашла с ребенком одна солдатка, мужа забрали, а потом калека, некогда я жду дорогого гостя. И только ночью Господь открылся, три раза заходил, почему же ты меня не приняла? Это ты, да, я, ребенок был, малей, зашел, и ты его прогнала, некогда, полы натирают, все везде надо, чтобы все вещи горели. А он в таком виде является сегодня, какой я проповедник? У меня сейчас, видите, как не вижу, не слышу, и поэтому мы читаем вдвое, я вижу преимущество прежнего, почему? Там я мог где-то слово уместить, здесь я не упущу, брат хорошо читает. Каждое слово прямо из Библии, запомните, проповедуя с Библии в руках, ну, это, вот, самое высшее похвала. Второе, царь, 17-16. Еще напрягитесь, послушайтесь. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так, не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые... Если вы знаете опасность кому-то, как-то позвоните, дайте сигнал, тебе грозит опасность. Иногда ложные бывают, ну, и что ложные, запрись на все замки, тебе это не помешает. Кто стучится, когда десятки раз, проверь, посмотри, если есть наружная или как-то. Милиционер дома с оружием и он не открывает только через щель и дает ответ. Сколько сегодня обманщиков? Только телефон зазменил, уже все. И денег, которые мошенники называются, сняли на несколько миллиардов рублей. Постоянно звонят. Кто-то звонит, и не отвечай ничего. Послушай голос, знакомый или нет? А мне, кто звонит, обязательно или звони там. Сначала скажи, кто ты? Я не могу ответить. От меня не услышите ни слова. Пока не назовешься. Я ничего не проиграл этим. И далее. Книга Иова 7-6. Я не знаю, Иов или Иов, потому что так и так называют. Аввакум или Аввакум. У старообрядцев на одно ударение, у других, у новообрядцев другое. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Это мы должны знать, как быстро проходит все. Ты спроси, говорит, старого человека, как в Тихом Доне пишет. Заметили, как прошла жизнь? Он называет, и ничего он не заметил, другим словом только. Нет. И уже кровь, как будто в глубоком колодце ее охлаждали. Уже ничего нет. И поэтому приучите детей говорить, пока ты молод, пока все тебе доступно, не сиди. Я напоминаю, прочитал однажды, сдает экзамены и проваливает в университете. Дед крепко разобиделся. 84 года. И нарисован на коляске. Поехал, сдал документы, его приняли. И сдал все экзамены на пятерку. В университет. На сегодняшний. Вот таких нам учителей надо, которые по Писанию вели бы себя так же. Матфея 28.7 28.7 И пойдите поскорее. Скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас к Галилее. Побуждает ангел. Не человек уже. Ну а если бы ангел сказал, побежала бы. А я не могу. А ты замечала, как сила уходит. Почему ты позволила себе так быть? Днем никогда не ложитесь спать. Сократите свой рацион. Под старость начинает толстеть, как будто бы осадный город будет. Но нельзя так. Лично сбросьте с себя. Будьте скорые, как серно. Почему-то Авифу так прославляют. А она шила, всем успевала. А у нас не успеют взять машинку, уже сломалась уголка. Не добьешься ничего. Евангелие от Луки 19. 19.5 Мне кажется, первый стих можно прочитать. Луки. Потом Иисус вошел в Иерухон и проходил через него. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. Когда Господь открывается, не имели. Я в другой день послушаю, не получится. Сегодня Бог тебя коснулся. Я еще раз говорю, Библию со стола не убирайте. Каждый день читайте. Настройся на то, возьми какой-то завтра. Я остаюсь на занятиях. Раскопри свои таланты здесь. Никто не знает. Побыли здесь, скорее в двери прям выламывают, отсюда бегут. А все ваши таланты нужны для того, чтобы вы были благовестниками. Для другого не нужны они будут. А для благовестия ты можешь помогать, ремонтировать, там в интернет человеку помочь зайти. Да мало ли как. Другой берется, оплачивает, прямо я не знаю даже, кто оплачивает. Поспеши. Принял пророка, получишь награду пророка. Ты даже из дома не выходил, а уже пророк. Деяние 12.7 И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. Ну ангел, ну можно что-то узнать. Не надо, сейчас не надо договоров. Сейчас скорее. Гонятся на лодку. Он говорит, давай помолимся. Давай на тот берег перейдем, в кусты когда забежим, а тут стреляют уже. Помолимся. Молиться знать надо где. За ними гонятся. Это реалии нашей России были здесь. А он такой верующий, давай молиться. В лодке плывут, давай молиться. А те уже на том заряжают теперь другую лодку, чтобы догнать вас. Вот спрячемся когда, и там помолимся. 22.18 Деяние. И увидел его, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства. И евреям 13.19 13.19 Особенно же прошу делать это, дабы я бы скорее возвращен был вам. И вот это я особенно чувствовал, когда был в тюрьме. Как молились, чтобы я был скорее возвращен. Болезни у тебя что-то, молитесь. Так хочется послужить Господу. И, Притча 27.1 В Ветхом Завете только один раз встречается, когда мы молились, и мы знаем, как там на небе. Откуда они знают, тоже неизвестно. Поспеши, Господи, чтобы у нас было как на небе. Молитка какая, маковейская. Не хвали завтрашний днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Вот поэтому успевай. Назначенное поприще вовремя надо пройти. Если не будет пройдено, Господь спросит, я тебе это поручил. А не так, что у меня много ребятишек, ей даже некогда в храм плети. А ты приди и поводись. Побудь. Наставь. Богу нашему слава. Да ускорит наше движение, за ним. К царству небесному идем. Аллилуйя. Аминь.